Добрый день дорогие друзья! Перед вами подборка фильмов, которую я назвала Фильмы для тех, кто скучает по Франции. Часть первая Полночь в Париже Писатель и безнадежный романтик, уверенный в том, что должен жить в 1920-е годы, приезжает в Париж со своей возлюбленной на каникул и попадает в прошлое. Встречаясь там с Хемингуэем, Пикассо, супругами Фит-Жеральдами, Гертруда и Стайн, он понимает, что принадлежит этому времени и хочет остаться там навсегда. Хороший год Воротила лондонской фондовой биржи умный и удачливый менеджер и по совместительству большой зануда наследует винодельник Прованса. По прибытии во Францию он обнаруживает, что кроме него есть еще люди, претендующие на его законную собственность. Цепочка невероятных событий и открытий заставит его по-новому взглянуть на истинные ценности этого мира. Перед закатом Когда-то давно, в середине 90-х, случайная встреча Джесси и Селина подарила молодым людям несколько восхитительных и трогательных часов перед рассветной вене. Спустя 9 лет им снова предстоит увидеть друг друга. Теперь у них в распоряжении несколько часов в предзакатном Париже, в течение которых необходимо решить, каким станет им завтра. Магия умного света 1928 год. Выдающийся иллюзионист по просьбе своего друга и коллеги приезжает на Лазурный берег разоблачить молодую привлекательную шарлатанку, якобы умеющую вызывать духу примержен. Она очаровала богатого наследника и его мать-вдову, а это не устраивает других членов семьи. Париж. Я люблю тебя. Парень влюбляется в девушку, но упускает момент для знакомства. Муж планирует расстаться с супругой, но именно в этот момент она показывает ему результаты обследования, последняя стадия рака. Этот фильм – мозаика из 18-ти историй о разных проявлениях любви, каждая из которых происходит в разных округах Парижа. Спасибо за просмотр. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...